В Алматы прошел концерт в рамках фестиваля «Мои друзья, мое богатство». Раз в пять лет его традиционно проводят известные казахстанские общественные деятели, музыкант и дипломат Дюсенко Сиинов. Впервые фестиваль провели 15 лет назад, и сейчас он обрел большие масштабы. Мероприятия проходят в разных городах Казахстана. По словам организатора, фестиваль – это повод собрать любимых друзей и коллег. А для того, чтобы не растерять друзей, с которыми учился, с которыми вместе работал. Потом добавились и мои друзья, с которыми я учился в Москве в аспирантуре, музыканты, с которыми я работал и гастролировал по всему миру в Мексике. На алматинскую сцену вышли участники казахского камерного хора Октюбинской областной филармонии имени Газизы Жубановой. Программу посвятили 30-летию международной организации «Тюрксой». Прозвучали турецкие, туркменские, азербайджанские, узбекские и казахские народные песни. Программа очень интересная, она легкая, в то же время очень сложная. Возьму просто, к примеру, Еркоголя Рахмадзеева «Харал». Это не каждый коллектив, конечно, его вводят в свой репертуар, потому что очень технически, очень вокально, это очень многогранная, скажем, палитра, прям полная. Коллектив выступил под управлением не только своего художественного руководителя, но и приглашенных гостей. Среди них и заслуженный деятель Казахстана, основатель камерного хора столичной филармонии Гульмира Кутыбадамова. Зачинения Малинели, Гершвина, Теревердиева и Азнавура прозвучали в Санкт-Петербургской филармонии имени Шестаковича. Состоялся музыкальный вечер из абонемента Большого зала, концерты во фраках и в джинсах. В программу вошли аранжировки мелодий знаменитого французского шансонье и музыка из советских кинофильмов. Слушателям представили и музыкальные картины из жизни Парижа и Нью-Йорка. За дирижерский пульт в этот вечер встал Федерико Мандельчи. Итальянский саксофонист выступил в двух амплуа – солиста и дирижера. Коллектив из Германии Vision Quoted дал концерт в Лондоне. В исполнении ансамбля прозвучали сочинения Мендельсона и Шестаковича. Один из самых многообещающих молодых квартетов был основан в 2012 году. Он состоит из музыкантов Даниэля Штолля, Леонардо Диссельхорста, Флориана Вилайтнера и Зандера Штюарта. Музыканты играют и классические произведения, и оригинальные аранжировки джаза, поп и рок-музыки. Очарование барокко. Концерт по таким названиям прошел в Театре Астана-Опера. Музыкальный вечер в камерном зале имени Куляш Баситова и организовал Столичный университет искусств. Это инициатива молодых педагогов Казахского национального университета искусств. Ансамбль называется «Анима де барокко», «Душа барокко». Они все учатся вместе, учились, сейчас они вместе все работают. И поэтому они единомышленники, эти ребята. Вечер старинной музыки представили струнный ансамбль «Анима де барокко», сопрано Амадина Исламова и контртеннер Батыржан Смаков. В программу концерта вошли инструментальные и вокальные сочинения композиторов эпохи барокко Вивальди, Генделя, Бенди и Плиелля. Конечно, мы уже являемся лауреатами республиканского конкурса камерной музыки. Но, конечно, хотелось бы сделать небольшой гастрольный тур по городам Казахстана, потому что, на мой взгляд, музыка эпохи барокко – это та музыка, которая лечит ум и сердце. Музыкальная культура барокко оказала огромное влияние на развитие последующих эпох. Ее отголоски слышны в жанрах оперы и концерта. Цитаты баховской музыки появляются в соло тяжелого рока. Эстрадные песни в большинстве своем строятся на барочной золотой секвенции, а джаз в какой-то мере перенял искусство импровизации. А сейчас мы расскажем вам о некоторых событиях в ближайших дней. 4 и 5 марта труппа Государственного республиканского корейского театра музыкальной комедии представит публике постановку «Сердце красавицы». 4 и 5 марта спектакль «Зефирный жора» даст труппа театра «Артишок». 5 марта Североказахстанская областная филармония отметится концертом Оркестра русских народных инструментов.